Привет! Это не совсем стандартный видеоурок, это видео о том, как можно вернуться в истоке. Точнее, почему я выбрал именно эту песню? Потому что я готовился к другой, увидел этот сэмпл и подумал, что эта песня именно та песня, с которой у меня ассоциируется 2010 год. Потому что тогда у каждого более или менее такого средней четкости пацанчика в мобилке обязательно была эта песня, она хоть раз оттуда доиграла. К слову, я никогда не относился вот к таким вот пацанчикам, но, тем не менее, я всегда интересовался битами, а этот бит мне нравится. И там очень интересное сэмплирование. И это так себе песня о совершенно плохих людях, так что если вы ее не слышали, то вы потеряли немногое. Но в девятки едут пятеро с одного района. Почему-то все думают, что это гуф. Но не все, но многие думают. Хотя это бейсик. Ну, голос похож, что сказать. Давайте приступим. Начнем мы, естественно, с самого наименее интересного. Это ударные, обычные бумбэпы весны. Хотя это не бумбэп, это скорее жанр сет пианинка. Это вот такой чисто русский бумбэп, когда все такое, ну, не знаю, грустная пианинка. Все так его называют. Я не буду исключением. Теперь кик. У нас два кика. Один главный, это вот этот, который пониже. Кстати, темп 89 ударов в минуту. Мы уже все отвыкли от этого обычного темпа. Я уже давно пишу в удвоенном трэповом, но это 89. Так. Вроде бы все. Естественно, копируем это. Этот кик у нас главный. На мастере уже висит софт клипер. Этот кик менее главный. Теперь хеты. Давайте начнем вот с этих. Это обычный open head. Все. Теперь второй хет. Как обычно, первый потише, второй наоборот. Первый погромче, второй потише. Да. Прекрасно. Все. Ctrl-C, Ctrl-V, как обычно. Ну, точнее, не Ctrl-C, а Ctrl-V. Зажимаешь и перетаскиваю. Следующий хет это. Будет у нас типа open head. Специально для того, чтобы выделить кик. Даже можно вот так. Потому что у нас же open head и так с киком одновременно звучит. Вот так. Будет. Типа второй open head. Да, так и оставим. И последний хай-хет. Это просто, ну, типа просто дополнительный хет, чтобы придать больше атмосферы. У нас здесь будет куча всего отдана именно атмосфере. Да, вот так и оставим. В общем-то, тут ничего сложного не должно быть в этой партии. Она просто должна быть такой, знаете, органичной. Теперь сделаем очень важную вещь. Это Alt-Q, квантизация, чтобы добавить грува. Жмем Alt-Q. У меня пресет hip-hop, the side. Start time. Крутим. Смотрите. Чем выше Start time, тем сильнее эффект грува. Эффект квантизации. Типа эффект swing. Давайте крутанем где-нибудь, типа... Ну, 66. Да, 66%. Идеально. Копируем с одного кика на другой. Теперь, следующий, с чем мы сделаем квантизацию, это будет... Закрытые хеты. Все, жмем Accept. Следующий такой лайфхак. Как вот эти самые громкие звуки немного убавить. Очень просто. Зажимаем Ctrl, все выделяем. Зажимаем Alt. Крутим колесомышки чуть вверх. Специально для того, чтобы вот эти самые громкие звуки, они уже упираются в потолок и выше не поднимаются. А остальные приподнимаются. Крутанули несколько раз колесомышки вверх. Все приподняли. Теперь крутим вниз и как бы все опускается. То есть, их относительная громкость самых громких звуков уменьшилась. У нас один раз настроенный пресет квантизации всегда сохраняется. То есть, если вы выбрали Start Time, то не обязательно каждый раз его выбирать заново. Получился вот такой вот грубовый бит. То есть, даже можно было еще сильнее крутануть Start Time, но и так неплохо. Вы спросите, где же бас? А я отвечу, его здесь не будет. Потому что в оригинале баса нету и мы его не будем использовать. И теперь перейдем к самому интересному. А это сэмплирование. Так, нас интересует конкретно несколько фрагментов. Это вот этот. И вот этот. Можно даже сделать вот так вот и просто целый огромный кусок закинуть в плейлист. Вот плейлист. Оп. И закинули. Напоминаю, скорость 89 ударов в минуту. И нам нужно сейчас это как-то условно подогнать под нашу сетку. Включаем Stretch. Я обычно держу Alt. И вот так вот примерно на глазок подгоняю. Так, давайте пока отрежем. Нужно нам первый фрагмент. Сделаем вот так вот. Отпилим лишнее начало. Вот так. Нам нужны вот эти два такта. И да, сделаем вот так. Я зажимаю Alt, зажимаю Shift и делаю вертикальный разрез. Так. И теперь его... Нет, мы не будем крутить ручку Time, потому что тогда мы будем изменять весь фрагмент. Во-первых, мы делаем вот так. Make Unique. А кроме него ничего и нет. Делаем вот так. Make Unique. То есть сначала создаем клона, из которого мы потом вытащим все остальные нужные нам внутренности. А пока мы работаем с этим звуком. То есть нет смысла жать Make Unique в том случае, если в вашем плейлисте только один файл. Вам нужно как минимум создать его клона, чтобы было что делать уникальным. Давайте в первую очередь сделаем первую куплетную часть. Она простая, как 3 копейки. В первую очередь давайте жмем Time. Нет, Time не будем жать. Жмем Auto, выбираем. И добавим 400 центов питча. Вот так. Все, первая четверть куплета готова. Теперь идем ко второй части. Вторая часть будет, в общем-то, состоять из точно такого же. Фрагмента только за одним исключением. Вот так. Так, и теперь нам понадобится второй фрагмент. Вот он. И почему я сделал эту штуку с Make Unique? Для того, чтобы мы могли второй фрагмент чуть подкорректировать под наш темп. Вот так. Корректируем. Давай. И это не повлияло никак на наш первый фрагмент. И теперь давайте как раз уж у нас готов кусок к куплету. Мы сделаем сразу вступление. А вступление здесь, если сказать, что easy, то ничего не сказать. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. И вот тут never, never, never been. И все. И начинается куплетная часть. А потом в конце куплетной части, первой половины, у нас просто идет вот эта часть. Теперь следующий фрагмент куплета значительно более интересный. Он состоит из... Вот так. Я как мыслю, линейно. То есть, если я что-то сэмплирую, то я использую либо один такт, либо два такта, либо четыре такта, либо восемь тактов. А здесь, здесь кусочек состоит из трех тактов. И это придает какое-то такое довольно интересное звучание. Я не считаю, что так можно делать в каждом случае, но, блин, прикольно, по-моему. И то есть, вот этот сам момент использования вот этого он, он. И на заднем плане то, что лупит гитара. Вот это, по-моему, прикольно. И следующий фрагмент не менее интересный, это вот этот, по-моему. Да. И потом фрагмент вступления снова. И вот тут такая штука, вот тут добавляется вот этот маленький фрагментик, чтобы получилось вот это еще более дерганное такое звучание. По-моему, круто. Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Я не понимаю, что в этом такого классного. Может быть, это ностальгия, но вот это вот такое сэмплирование, такой вариант сэмплирования, это квинтэссенция всех вот этих голосовых сэмплов. Я не уверен, я как бы не проверял никогда, но у меня есть ощущение, что Анна Домини Битц был особенно популярен в России. Вот с этими дурацкими голосовыми сэмплами и ударными, которые мясистые, мощные, кривые, косые. И вот этот бит, вот такое вот это русское прочтение Анна Домини Битц, мне кажется. Если вы со мной согласны, то напишите об этом в комментариях обязательно. Еще. У меня не только эти треки ассоциируются с вот этими 2010, 2009, 2011 годами. Если вам интересно вот про такое русское старье, то вы поставьте лайк под этот видос. Если наберем 2000 лайков, то я сделаю нечто подобное еще. И, конечно же, вы можете писать об этом в комментариях. Мне будет интересно прочитать, потому что у меня есть и другие песни, которые ассоциируются как минимум с 2010 годом. И я мог бы о них тоже рассказать, но хотя вы их все 10 раз уже знаете. Ладно, продолжим. Теперь нам нужно выровнять громкость, то есть убавим фрагмент. Кстати, отправим и то, и другое на второй канал микшера. Потому что если вы делаете Make Unique, вам и на микшер нужно будет эти каналы отправлять отдельно, эти звуки. Да, как-то так. Вот примерно так и нам нужна громкость. И сейчас мы сделаем одну интересную штуку. Смотрите. Мы возьмем этот канал и разделим его на два. То есть снимаем посыл с мастера, вешаем его сюда и сюда. И вот эти два канала соединяем уже на пятом. И на первом мы повесим параметрик. Сделаем такой колхозный кроссовер. Отпилили вверх. Идем на четвертый канал. Отпилили низ. На верхний канал мы, конечно же, повесим. Что? Конечно же, Enhancer. И сделаем вот так. Нет, ну это слишком жестко, конечно. Вот так. То есть, чтобы получить слегка перекошенное такое странное звучание. То есть, на одном канале у нас низкий звук, который более по центру. А на втором канале у нас высокий, который сильно расширен. Давайте еще направим это чуть вправо, потому что весь звук сконцентрирован слева. Теперь давайте пойдем в наши ударные, с которыми мы уже поработали. Отправим их на микшер. Ctrl-Shift-L. Сделаем групповые каналчики. И групповой общий канал ударных. Теперь мы идем на канал с нашим главным сэмплом. И немножко его обработаем. То есть, эквализация. Ну, то есть, в этом нет совершенно ничего. Чуть-чуть расширим его. И еще сместим вправо капельку. Отлично. Так, теперь поработаем с ударными. Наверное, эту часть я ускорю, потому что, ну, совсем не интересно. Сейчас я сделал сайдчейн от KIKO на наш сэмпл. Вот он так выглядит. Чтобы, то есть, на параметрики выделялось именно низкие частоты для нашего KIKO. Если вы не знаете, как это сделать, то посмотрите мое предыдущее видео. Оно загорелось по ссылке в подсказке. И перейдите, посмотрите. Довольно интересный способ. К тому же, видео очень короткое. Так, я повесил ривера везде, где это необходимо. Теперь нужно на хетах срезать весь лишний низ, потому что его на самом деле дофига в этих сэмплах. Вот как-то так сделаем. И можно их еще немножко расширить с помощью один стерео, но капельку совсем. Вот так. Далее мы возьмем лимитер. Но перед этим возьмем вейв шейпер. Потому что, мне кажется, нужно подкрасить ударный. А вейв шейпер это универсальный просто сатуратор на все случаи жизни. Особенно если с ним не переусердствовать. Он вот именно обогащает звук своими низкими, мощными, жирными гармониками. Так, расширили теперь лимитер. Лимитер будем использовать в режиме компрессора. Во-первых, давайте рейшер сунем где-нибудь 3.2 плюс-минус. Сразу трэш-холд на минимум. И давайте понастраиваем. Дадим немножко атаки, чтобы именно почувствовать звук. Вот что-то такое. Только трэш-холд значительно меньше. Ну, наоборот, больше. То есть, я хочу получить именно такой памповый, такой мощный, немножко колбасовый звук. То есть, чтобы без таких жирных, красивых пиков. А именно, чтобы была такая колбасня, но она была кочевая такая. Ну, раскачистая колбасня, как вам еще ее описать. Колбасня, в смысле, без пиков, а просто вот такая плоская фигня. Так, ну, в общем-то, почти все. Осталось сделать только очень важную вещь. Идем во второй паттерн. Идем в кик. Делаем вот такой звук. Потом идем во второй кик. Делаем так же. Берем два хета. Да, идеально. И это будет наше начало. Вот такой коротенький паттерн будет. Вот этот. Отлично. Сейчас мы выровняем громкость начала снаера и хета. Нам нужно, чтобы он немножко утонул в сэмпле, чтобы получить такое очень атмосферное звучание. Вот мы получаем то, что нужно. Теперь на озоне навалим просто громкость и все будет классно. Как мы навалим громкость? С помощью максимуса. Я думаю, надо включить его. Я думаю, что не так. Я вспомнил, что не так. Нужно в авто переключить. Слишком резкий переход. Не по громкости, а я и на по тону. И добавить 400 центов. То есть мы сделали это с первым сэмплом. Но я забыл сделать это со вторым сэмплом. Вот. Так, давайте теперь послушаем всю часть, потому что мне больше нечего добавить. И потом, ну, потом я сделаю заключение из этого, что мы получили. Потому что, по-моему, не знаю, мне очень нравится вот этот минус. Я понимаю все его несовершенство, что он очень слабо звучит относительно того, что сегодня у нас есть. Относительно даже вот таких самых простых минусов, которые, ну, просто техничнее сейчас звучат. Но вот это именно такой подход к сэмплированию, который здесь применен. Вот он меня подкупает вот этой своей какой-то непосредственностью. И вот таким продумыванием мелочей, которые сейчас, наверное, продумывают, но в другом ключе. Вот так я могу это, наверное, обозвать. Ну, короче, давайте просто послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот минус получился. Как я уже сказал, если вам нравится тема вот такого старья, то обязательно пишите об этом в комментариях и поставьте лайк этому ролику. Если будет много лайков, то я пойму, что вам это интересно. Ну и, как обычно, напоминаю, что у меня есть CloudRap 1.2, недавно обновленный видеокурс по клауду, по трилу и по трэпу. Все три части от Адая. Также к курсу приложены все материалы из курса. И, что немаловажно, курс для начинающих. Так что, если вы вчера открыли FL Studio, мой курс вам поможет. Чтобы заказать видеокурс, напишите мне, ссылка на меня в описании. Он стоит 3,290 рублей. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И посмотрите другие, не менее, а то и более интересные видео на моем канале. И обязательно подпишитесь, если вы тут впервые. И шарахните по колокольчику, если вы этого еще не сделали. Таким образом, вы сможете получать все уведомления о моих новых видео и о моих стримах. Ну и, в общем-то, пишите комментарии, ставьте лайки, если понравилось. Дизлайки, если не понравилось и было совершенно неинтересно, я это пойму. Пока. С вами был Стас. Увидимся в следующем видео.